Друзья мои, здрасте! Меня зовут Илья, Велсакомедиа продолжает гулять по выставке Сиэса в Лас-Вегасе. И сейчас мы забрели в какой-то лютый павильон, где огромное количество наших соседей из Поднебесной. И чем ближе к концу павильона, тем более грустные сидят китайцы. Но у меня в руках просто лютый продукт. Гений инженерной мысли Китая — это дрон и чехол для смартфона. Два в одном, блин. Смотрите, какая штука. Фактически это даже не дрон. Ну, то есть номинально здесь есть, конечно, пропеллеры, камера, которая умеет снимать, Full HD-видео. Есть разъем под microSD-карточку, чтобы это видео где-то хранить. Но на самом деле мы все прекрасно понимаем, что это селфи-палка, но только без палки. Эту вещь вы достаете из чехла, запускаете, управляете из приложения, фотографируете себя на фоне какой-нибудь красивой достопримечательности. К сожалению, у нас тут с красивыми достопримечательностями так себе. И, пожалуйста, сохраняете фото или видео себе на смартфон. Ну, потом публикуете в Инстаграм, собираете лайки. Все, знаете, как это работает. Сделано как-то, ну, немножечко неказистенько. Просто я бы даже сказал. Управляется все дело это по Wi-Fi. Нам тут заливают про радиус действия в 150 метров. Но в реальности, наверное, метров в 50 максимум, куда эта вещь сможет улететь. Складывается и раскладывается все очень просто. Заправляем, значит, пропеллеры в дрон. Дрон забрасываем в чехол. Чехлы есть для самых разных телефонов. Весит все это дело порядка 80 граммов. То есть, ну, фактически серьезно немного. Но, конечно, объема прибавляет значительно. Не дали нам здесь, на стенде, запустить этот дрон хорошенечко все 4 минуты полетать. Ну, и ладно. Мы его закажем, когда он поступит в массовое производство, через месяц. Если вы хотите, чтобы мы на нем полетали, заказали и все вам подробненько рассказали про дрон-чехол для смартфона, пишите свои комментарии там внизу. Ставьте большие пальцы вверх. Мы всегда это очень любим и ценим. А мы продолжаем искать для вас дичь и годнотулечку на CS 2018 года. До встречи здесь, на Ютебе. Пока.